Сегодня мы начинаем новую переговорную технику. Начнем с самого приятного. Как правильно делать комплименты? Комплимент – это так важно. Когда вы начинаете знакомиться, когда вы просто общаетесь, каким же должен быть комплимент, чтобы после него не пришлось никому краснеть? Как считают психологи, комплимент должен, первое, указывать только на положительное качество, второе, утверждать данное качество, а не содержать рекомендации по их улучшению, третье, иметь небольшое преувеличение качества. При этом комплимент не должен быть ниже мнения человека о самом себе. Вот здесь надо аккуратно, надо хоть немножечко знать человека, знать, кем он себя считает, насколько великим, чтобы не сделать комплимент более низкого уровня. Второе. Содержать иронии или сарказма. Не может комплимент содержать иронии или сарказма. Это, конечно, элементарно, это все понятно. Итак, очень важно, что рекомендует психолог, делая комплимент, называйте собеседника по имени. Для каждого человека сладчайшим звуком в мире является его имя. Если в предложении прозвучало имя собеседника, то он отнесется к нему с гораздо большим вниманием. Исследование показывает, что использование имени собеседника значительно повышает интерес к разговору, и слушатель с особым вниманием относится к сказанному после его имени. Стараясь понять, каким образом это связано с ним. Это очень важный момент, когда вы хотите убедить собеседника принять вашу точку зрения. Итак, новое. Мы замечаем что-то хорошее в поведении человека. И так мы делаем поддержку, комплимент поведению человека. Например, Илья, вы отличный философ, поскольку очень внимательно относитесь к каждому из нас. Откуда вы черпаете столько терпения и энергии? Вот заметьте, что после похвалы, после вот именно этого комплимента, идет вопрос. И вопрос не просто на какую-то отвлеченную тему, а именно вопрос логический, вытекающий из данного комплимента. Здесь очень важно не разрывать, потому что здесь нужно поддержать человека не для галочки, а укрепить его веру в себя и направить свою мысль на самое приятное, на собственную персону, на самое интересное, на себя. Поэтому вот такое вот новшество, поддержка поведения человека. А какое мы можем поддержать поведение? Какие критерии поведения? Какие качества поведения? Человек вовремя пришел, человек вовремя обычно приходит, то есть он пунктуальный, значит, мы можем сказать, что вы пунктуальный человек. Как вам удается вести такой тайм-менеджмент? Вот, пожалуйста, вам и поведение подчеркнуто, и сразу вопрос в соответствии с данной поддержкой, в соответствии с данным комплиментом. Или, например, человек чистоплотный. Сказать, вы настолько чистоплотный, как это у вас удалось, вот как это можно воспитать в культуре, в семье? И здесь вот тоже поддержка поведения человека, его качество личного, чистоплотность. И здесь мы именно указываем и задаем вопрос с поддержкой именно данного качества. Вот здесь вот есть очень важные моменты, что здесь идет логика, и мы замечаем реальное качество человека. А что еще может быть такого очень положительного? Человек что-то предчувствует. Я знаю, вот ты говорил, что хорошая погода будет или не будет дождя. У тебя такое чувство хорошей погоды. Ты смотрел прогноз погоды, или у тебя такое личное чутье. Какие-то вот еще качества. Качество честности. Послушай, ты так вот честно всегда говоришь, ты так честно выступил. Вера, ты такой верующий человек. Видно по тебе, что ты соблюдаешь заповеди. Какое еще качество может быть? Веселый человек. Ты такой улыбчивый, ты такой доброжелательный. Подскажи, как вот такое настроение у себя соблюдать? И, в общем, все вот по поводу поведения человека, качеств. Вот это вот такая вот тонкость, которую нужно подмечать и задуматься. И было бы интересно узнать, какие качества я еще не сказала, а вы могли бы дополнить. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова